Музыка После продолжительных экспертных оценок Министерства обороны России решил отправить корабль под номером 1 крейсер «Аврору» на обследование и первоочередные ремонтные работы, которые планируется завершить в течение 45 дней. После этого будет принято решение о капитальном ремонте, который может занять не менее двух лет. Крейсер «Аврора» 21 сентября 2014 года покинул свое место вечные стоянки на Петерградской набережной в излучине Большой Невки. Это так необычно и неожиданно, не веришь своим глазам. Там, где привычно стоял крейсер, ничего нет. Наверное, все превосходные эпитеты, произнесенные без фальши, можно без преувеличения отнести к этому кораблю-музею. Легендарный, грозный, славный, достойный, непобедимый, любимый, превосходный, дерзкий, непревзойденный, доблестный, гордый, непокорный. Какие ассоциации извлекает сознание? Все будет соответствовать его сути. Крейсер медленно набирает ход. Замечательное, неповторимое зрелище. Просто фантастический вид открывается на это грозное бронированное чудище, в начале прошлого века покорявшее морские просторы нашей планеты. Его винты крутили воды многих морей и океанов. Кажется, весь город высыпал на набережные. Красивый корабль, красивая и неповторимая его история. За железными плечами, которым, можно сказать, три войны и две революции. Итак, крейсер вырвался из цепких железных объятий своей вечной стоянки и медленно вышел на стратегический простор и уверенно направился, правда, сопровождение буксиров на Кронштадтский морской завод. Дремлет притихший северный город, Низкое небо на головах. Что тебе снится, крейсер Аврора, От восторга и удивления, как бы признося «вах», распахнулись мосты, которые днем всегда сведены. Гордоливо, наверное, вспоминая свой первый выход, крейсер под восторженные возгласы горожан и гостей города продефилировал по Неве. Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, остановив автомобильное движение в центре города, застыли в неописуемом восторге, воздев руки пролеты к небу. Это, правда, незабываемое зрелище. Те, кто сейчас принимает парад Авроры на руках своих родителей, потом, копаясь в своей памяти и в чувствах, будут вспоминать уже для своих внуков это событие. Аврора уплыла нам грустно без нее. Да, очень пустое место, и мы очень ждем ее возвращения. Возвращайся, Аврора. Пожалуйста. У многих этот крейсер ассоциируется с революцией, хотя это не так, потому что он участвовал в годы Первой мировой войны, а также он частично участвовал в годы Второй мировой войны, когда сняли его орудие и расположили недалеко от Соснового Бора на берегу Финского залива. Аврора – это легендарный крейсер, символ российского флота, один, единственный оставшийся с царских времен, который, естественно, надо сохранить для нашей страны, как память о русских традициях, русских моряках, которые сражались и с японцами, и с другими врагами нашей страны. Символ чести и доблести русского флота. Крейсер Аврора сыграл особую роль в истории нашего Отечества и нашего города. И название не случайно. Сам император Николай II, повелев именовать строящийся крейсер первого ранга Балтийского флота типа Диана в честь парусного фрегата Аврора, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Это название было выбрано самогерстцем из 11 предложенных вариантов. О чрезвычайной важности момента говорит и то, что он со всей своей семьей присутствовал при спуске крейсера на воду в мае 1900 года. Заложенный, можно сказать, два века тому назад, в 1896 году, он до сих пор продолжает удивлять и восхищать массу своих поклонников из многих стран, среди которых не только профессиональные военные моряки, но и женщины и маленькие дети. И это несмотря на его, мягко говоря, сомнительные идеологические симпатии. Настоящая красота, она доступна всем. Сзади раздался голос. «Не плачьте, он вернется назад». В ответ женский голос «Извините, не буду, я на нем работал много лет». В послужном списке крейсера сражения при Цусиме в русско-японской войне. Боевые действия на Балтике в годы Первой мировой войны. Участие в революционных событиях 1917 года. Оборона блокадного Ленинграда. По склянкам «Авроры» вот уже 67 лет сверяет часы воспитанники Нахимовского училища. В 1957 году «Аврора» первой получила статус корабля-музея в нашей стране, и ее включили в Международную ассоциацию. Надо сказать, что надводных кораблей-музеев только девять, два из которых находятся в Санкт-Петербурге. Это крейсер «Аврора» и ледокол «Красин». Несомненно, свою первую закалку крейсер получил при Цусимском сражении. Смерть командира и матроса, пробоины в корпусе, разбитые надстройки. Битва, ставшая большим унижением для России, потеря большой части своего флота на Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной войны, снятые из крейсера орудия, защищали блокадный Ленинград от фашистских атак. «Красин был огонь Ленинграда». За все 900 дней и ночей бесчеловечной осады. И сейчас на «Авроре» принимают присягу моряки, для желающих устраиваются экскурсии и разного рода мероприятия. Например, потомки участников Цусимы каждый год встречаются в кают-компании и обмениваются новыми исследованиями и открытиями о русско-японской войне. У судового иконостаса провалится панихида. В этом году ее отслужил протеерей отец Игорь. В ночь на 15 мая 1905 года именно «Авроре» вместе с крейсерами «Олег и Жемчук» удалось оторваться от преследования противника и уйти в Манилу. «Мы отдаем знать героям, погибшим сто с лишним лет назад. Все подвиги, которые совершают наши предки, нынешние поколения, о них должны знать, их должны чтить, их должны воспевать». Одним из постоянных гостей этого собрания был известный бас Борис Штоколов, закончивший Соловецкую школу «Юнг». «Гори, гори, моя звезда, звезда любви». Последний раз корабль капитально ремонтировали 30 лет назад. На северной верфи, тогда носивший имя одного из первых секретарей обкома партии Жданова. Крейсер «Аврора», несмотря на свой идеологизированный образ, символ Октябрьской революции, тем не менее навсегда останется в памяти людей, как их защитник перед лицом самых грозных врагов. Его судьба тесно переплетена с судьбой нашего города. Он стал своего рода одним из основных узнаваемых знаковых элементов Санкт-Петербурга. Поэтому город постарается улучшить место стоянки корабля, приведет в порядок и отремонтирует участок Петроградской набережной от Петровской набережной до Самсонинского моста. Там будет проведено мощение, перекладка гранитных плит и оборудован новый причал, куда и пришвартуется обновленная «Аврора». ПЕСНЯ 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 После проведения всех этапов реконструкции с обновленной системой откачки воды и даже с небольшой перепланировкой помещений, крейсер продолжит свою просветительскую миссию. Его музейная экспозиция будет существенно расширена. Она отразит и главные вехи отечественного кораблестроения, и историю событий, в которых принимал участие корабль. Корабль-музей крейсера «Аврора» находится в составе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. На его борту несет службу экипаж из числа военнослужащих по контракту. Председатель общества ветеранов надводного и подводного флота, адмирал в отставке Лев Чернавин, многое сделал для распространения славы легендарного крейсера. И сейчас передает свои знания и опыт молодому поколению будущих морских офицеров российского флота. Сейчас это филиал Центрального военно-морского музея Министерства обороны. Он также зарегистрирован в Министерстве культуры Российской Федерации как объект культурного наследия федерального значения.